Девушки отдыхают Но я что-то размышляла, знаете, об этой игре, обо всём том, что нас ждёт впереди, и сама себя разбередила. Думаю, блин, я хочу играть. И в итоге, вместо того, чтобы спать, я сижу тут. Хожу тут. И, в общем, это, наверное, скажется на этой серии и вообще, в принципе, на всём. Принц оценит твои услуги. Ну, ещё бы он не оценил. Так, нам нужно... Чё нам нужно? Да как ты посмелся наливиться? Ты причинил столько горя дому и дуку. А под пердак коленом не хочешь? Чё, даже сволочка, фу, блин, на тебя. Так. Ну, да, посол... О, 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 стоп, стоп, чуть не ушла. Чуть не ушла. Подожди, это же антиванские вороны. Откройте дверь. А мы его сможем освободить? Почему? Что он там делает? Он просто стоит там? Ну, вот, не просто стоит. А чё он там делает? Берёт так... Существует в нашем... Послу Гейнли. Сразу напал, просто без вопросов. Странно. Ничего, что он как бы... Что он вообще здесь делает? Нам по голове не надаёт за то, что мы его тут сейчас убьём? Не? Странная хрень. Ну, ладно. Давай вот так вот. Лохи. Стоять, твари. Давай вот так вот. Стэн. Не поняла? А, не, показалось, господи. Господи, дебилы, нельзя же так пугать. Сейчас ты их бьёшь? А, нет, нифига, ты их не бьёшь. Или бьёшь? Вот ты самый хилый, давай тебя. Так, ты что такое? Ходишь тут вообще, что ли, офигел? Там ещё... Господи, как вас много. Так, кто тут самый замороженный? Да вот так, дюранчик. Слушай, не, давай вот так вот. Или даже вот так вот, чтобы наверняка... Где ты, господи, не могу попасть в тебя, господи, боже мой. Так, ты. Ты вот так вот получишь, наверное. Разбил, супер. Тут тоже разбито, замечательно. Дюран? Где-то два... Нет, не получится, жаль. Ммм. Ну, а что делать ещё? Блин, атаки, верно, очень не хватает иногда. Пусть, по-моему. А что, стоим? Разбей, разбей скорее. Хоть чем-нибудь, я не знаю, чем угодно. Не, давай вот так. А, не... Блин, не успел. Обида. А что-то у нас опять мороз остановился, я чуть не поняла. Или я бы не применила. Отвлеклась, наверное. Так. Давай убивай его. Боже, вас там ещё дохрена. Хотя, какой смысл в этом? А хотя, что нет, будут валяться. Если будут валяться. Мориган? Подгреби вот сюда куда-нибудь. Убей. Сейчас мы их заморозим. Стоять. Ой, зря ты подходишь туда. Зачем она подошла? Ей раньше не нужно было подходить так близко. Мориган. Сюда, 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 сюда. Мориган? Бейки дурында. Дуркэкэ. Так. Я что-то даже отвлеклась на Стэна. Надо, кстати... Вылечить бы его. Надо бы вообще всех вылечить. Это тупо было. Так. Ладно. Чёрт с тобой. Тебя мы так... Слушай, что ты так уже учишься? Там мы тебя вдвоем ковыряем, ковыряем, ты всё никак не сдохнешь. В чём твоя проблема? Я постараюсь. А, ещё нету. Так, ты умер. Ты молодец какой. Так, остался ты? Нет, ещё не только ты. Ладно. Стоять не... Мориган! Тебе же раньше не нужно было. А чё мы стоим-то? Слушай, чё вы их не убьёте-то, товарищ? До свидания, дядя. Подгреби чуть-чуть поближе. Ну куда ты? Стой, любовь моя. Ну, естественно, не сработало, потому что он отвалил. Хотя раньше работал. Так. Давай вот так. Ты отключила, что ли, режим? Чё это ты? Тебя кто просил? Мне его убили, ну надо же. Блин, лоя. Так, ладно, надо на того переключаться, потому что, да. Хочу, чтоб он взорвался. Красиво так. Так, бейте вот его, пожалуйста. Пошёл вон. А, оглушил! Скотина! Ребята, вы чё-то очень жёстко тупите. Вот, очень жёстко. Я не знаю, что с вами сегодня. Подожди ты со своим боем, слушай. Всё, готов. Морриган. Давай. И кто сделает последний выстрел? А, он сам. Ну, да. Задание обновлено. Аудиенцию посла. Ты убил посла в самом сердце королевского дворца. Пора потребовать заслуженную награду. Зашибись. Носпытание ворон. Пропавший без вести. Наверное, в Альфинах же тусуют. Друзья, Рожиджейни. Мы добыли небольшую расписную шкатулку. Не поняла. А, это, господи, это закончено. Это же закончено? Нет, не закончено. А, я же не была. Я же шкатулку нашла точно в этом, в круге магов. В столе этого самого первого чародея. А, в Данерим после этого не ходила. Замечательно. Вот с Фазелем. Где его Сикстант? Наверное, он все-таки тоже в Альфинаже. Пропавший без вести, по-моему, тоже тусует в Альфинаже. Потому что там закрыто. Там его искать, типа, никто не будет. Это мы сделаем. В лес, кстати, еще нужно сходить. Да так до хрена еще делают, на самом деле. Так, что у тебя есть? У тебя есть денюжки. Не может не радовать. Вообще, кстати, на моей памяти желательно выполнить все квесты антиванских воронов, потому что... Потому что спойлеры. Ну, что-то такое, вот, знаете, припоминаю я. Я помню, что я с подозрительным упорством выполняла. А потом мне это очень сильно окупилось. Я была очень довольна тем, что я выполняла. Леди Бронз. А че это вы тут? Прошу тебя, помолчи. Моей пациентке нужен покой. Эти мне болваны с их политикой. Яд, скорее всего, предназначали для убийства короля. А моя пациентка приняла его по ошибке. В жизни не встречал более сильной отравы. Ты не можешь справиться с этим ядом? Это очень малоизученный токсин. Я знаю, что противоядие существует, но в него входят такие редкие ингредиенты, что можно заранее рукой махнуть. А? Если ты сумеешь найти эти вещества, я буду вечно тебе благодарен. Ой, столько мушарок. Но особой надежды на это возлагать не стану. Мою пациентку скоро примет камень. Да не примет. Подожди, что тебе надо-то? Диковинные средства. Что? Ой, кошка ползает сзади. Кошка сволочь. Она вот так полюбила мое кресло, в общем-то, которое я тоже не менее люблю, что постоянно вот стоит жопу мою с него поднять, она сразу там оказывается. Иногда я ее жалею, когда она там, знаете, пристроится, пока я там хожу за чаем. Чуть-чуть двигаю, и она там вот между спинкой и моей пятой точкой лежит, спит, и вот сейчас то же самое. Иногда она шевелится, и когти впускают мне в задницу. Это не очень приятно, но прогонять я ее не прогоняю. Ладно, лирическое отступление. Травник из королевского дворца передал тебе рецепт противоядия, который может исцелить отравленного благородного гнона. Так, а что надо-то тебе? Это точно... Так, слушай, тихо. Это точно реакция на яд? Наверное, ты делаешь все, что в твоих силах. А что достать-то надо? Ты мне объясни. Я что-то не поняла. А, рецепт. Где он? Рецепт этот. Алло. Любовное письмо, кстати, я нашла. Свиток Бан... Да блин, а где рецепт-то? Я что-то не понимаю. Я может... Че? Письмо о призыве. Кольцо, письмо. Что это? Ну, это не то. Куда это добавилось-то? Господи, в этот, что ли? Я не заметила. Кодекс. Пока звездила. Связанное задание. Свернутая записка. Че-то я, по-моему, пропустила в этой жизни. Здесь ничего не светится. Книги. Заметки. Незавершенная переписка. А, ну это собрание интимной переписки. Это все понятно. Я, может, что-то... Ку-ку? Вот оно где, оказывается. Вот, вот... Ну, ты представляешь, да? А-а-а-а... Вообще, я думала... Тебе передали рецепт. Я думала, бумажка какая-то, блин. Не догадалась, что рецепт... Ну, когда рецепт, это сразу вот сюда. Ну, догадалась, конечно, но не сразу. Какая-то дрянь в мышке засела. Ну, слушайте, это рецепт... Ингредиенты, в принципе, не такие уж редкие. Концентрирующие реагенты. Эльфийские корни вообще. Без проблем. И то, и другое можно купить. Единственное, что вот сделать сложно. Почему я не могу ему просто ингредиенты передать, как он просил? И все. Почему я именно должна ему сделать? Это прям подстава какая-то. А мастер травник у меня когда вообще вкачнет? О-о-о-о. Уровня, конечно, хватает, но... Это же именно навыки. Не каждый третий навык... Каждый третий уровень приходит. Я не помню, кстати, когда у Морриган был-то. Последний раз этот навык. Когда следующий-то раз? На каком уровне? На следующем или на... После следующем? Так, алмазный зал. А нам, в принципе, чё? Чё нам сделать-то надо? Я уже ничего не помню. Мор. Так, не то. Двогосклонность принца. Второе задание. Принц Белин хочет, чтобы уничтожить Джарли. А, ну да, точно. Так, а ещё что-нибудь? Ты поговорила, да-да-да? Он сказал, что может, если это... Так, замечательно. Вообще, на залах Розамарта познакомился с женщиной по имени Фильда. Понятно. Вкруг узнать. Так, хорошо. Совет-то это потом. Ну да, короче, за Джарли идти. Это по-любому. Пошла, короче. Сейчас ещё грузится два года будет, как всегда. Замечательно. Так, ну... Тут ничего не появилось на улице. Общинные залы Розамара. Последние новости. Серые стражи поддержали лорда Белина в борьбе с порождением тьмы. Лорд Хароумонд растерян и сметён. Ну да. Я представляю, каково ему там. С другой стороны, ну, что-то возьми. Так, доказано, что лорд Белин сговорился с наземниками. Теперь уже никто не поверит, что он предан истинным ценностям нашей Розы. Что-нибудь в игру. Хароумонд, конечно... Ну, он мягкосердечный слишком. Он не подходит для этой роли. Дедок-то, конечно, хороший, но... Но нет. Его быстро обманут, сметут, его обведут вокруг пальца. Интрижки он вводить не умеет. Это элементарно подтверждает его попытка обмануть Хельми и Дейсов. Это слишком очевидно. Так. Пыльный город. Нам туда. В саму Клюаку Мира. Там, кстати, по-моему, оставшиеся ноги будут. Капитанец Тряхи, здесь здрависть. Как тут всё хорошо? Дагна. Можно, кстати, с ней поговорить ещё о чём-нибудь? Вы вернулись? Но ведь на дорогу до Башни Круга нужно самое меньшее две недели и четыре дня. Да что ты. Впечатляет. Лично я, не зная, сколько занимает этот путь. Благодарю, госпожа. Но я верно угадала, вы ведь ещё не покидаете Арзамар? А почему ты решила вновь обратиться? А почему ты так увлеклась магией? Здесь, в Арзамаре, мы окружены камнем, а традиции ещё твёрже камня. Никогда ничего не меняется. А вот нарушить все исконные правила. Думать обо всём этом, видеть сны. И гулять по стране, где все твои грёзы сбываются. Не могу представить ничего прекраснее. Ну, знаешь, я останусь в Арзамаре, пока не закончится выбор. Так что в ближайшее время не рассчитывай. Что ж, я ждала 19 лет. Лишний месяц меня не убьёт. Ну, я не собираюсь задерживаться на месяц. Ух, как вас много. А что это тут происходит? А что, просто? Подкупил стража, покончим. Понятно. Идиот, я это для себя делаю. Придурки. Дюранчик, отваливай. Вот, да, вот как оно работает странно всё-таки. Твою мать. Ладно, ладно. Пошли вон. Минус один. Не получилось. Так, хорошо, давай ещё одного заморозь. Нет, нет, нет. Нет, 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 нет. Дай сюда. О, господи. Знаете, когда сидишь, сидишь, и ночью какая-нибудь дрянь вот мимо тебя пролетает. Ох, уже эти мотыльки ночные. Но это, слава богу, не мотылёк. Иначе бы я тут уже кони двинула. Я не знаю, я боюсь, сидишь, или ты ещё хренатню. Неразбита. Обида. Ну, давай. Просто стреляй. Нет, 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 нет. Бунг. Дюранчик, роняй дяденьку. Козлы. Понятно всё с вами. Алло. Давай. Мурриган заморозит эту скотину. Где ты стан, господи, я потеряла. Ударю вот этого по жбанчику. Давай, сейчас, давай, давай, давай. Должно платить. Вот, 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 вот так. Оу. Нет, слушай, он разморозился. Ну как не вовремя? Сейчас должно было быть так красиво. Ты меня, что ли, бьёшь? Ты офигел? Афхарю щитом? Хотя нет. А, нет, ты не бьёшь, ты просто стоишь. Ну и стой тогда. Ам, по голове. Шескунари. Как пожелаешь. А чё мы стоим? А чё ты стоишь, слушай? А чё ты стоишь? Я же нажала. Я же нажала, алло. Много раз нажала? Алло. Дюран. Ты чё? Акстись. Да, слушаешь. Эм. Он не реагирует. Почему? Очень странно. А вы говорите, здесь всё хорошо, это ты кривая. Ладно, вы так ещё не говорите. По крайней мере, я ещё этих комментариев, даже если они были, не видела. Ну, а чё это такое-то, слышь? Он просто завис. Он хоть ходить не разучился. Странная хрень. Ну, вы видели. Очень странная хрень. Ну, такая уж ли странная. Такое уже много раз было, чё удивляться. Ну, вот прям так явно, а не когда. Да ёпт, перны, ты можешь взять с него деньги? Конечно. Игра, по-моему, тоже немножко спит вместе со мной. Ух! Ух! Иди сюда. Маленький засранец. Сколько их тут таких, интересно, ещё? Заныканных. Я помню, я их всех собирала, в принципе. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Зачесалась, зачесалась. Плечо. Очень сильно. Так, тебе я помогать не буду Уж не обессудь Еще в Арзамаре крепости Ой, крепости, господи, церкви не хватало Хоть должно быть хотя бы одно место Где ее не будет Я, конечно, ничего не имею против церкви Что игровой, что внеигровой Но поставь гномам Спокойную жизнь Не хотят и не надо Ой-ой-ой Различия между той частью города и этой Разительные Ну, а что-то хотела Да шоп А вот и богатые Сразу просто сходу напали Ну-ну, давай, давай Напади на меня Рискни здоровьем Сволочь, что ты делаешь? Оглушили Твари Ох, сейчас я Отомщу Одного только Ну как так-то, сныщи Предводитель, будешь рассыпаться? Очень не помешало бы, на самом деле Давай мы вот того попробуем Разбить своими силами Не получилось Обидненько так-то Так, что эти два дальних уродца Так, вин Черт-то не вижу Так, ты есть кто-то Че там? Минус Бей Не, давай вот так Ты тоже бей Ну и все Пускай они с ним Сами разбираются Так Что я могу? Я могу забрать у тебя жизнь Немножко, но тем не менее Могу взорвать тебя Классно будет, правда? Ну куда ты? Убегаешь-то, ну Я хочу, чтобы он взорвался И задел этого Ну не задел Так, че ты повылезал-то? Успеть, я даже не заметила В инвиз ушел Я и забыла о нем Че аккуратно? Все ж хорошо Все ж красиво Че ты пристаешь? Какая досада Посмотри, они умерли Мамма миа А, хотя Кодекс по поводу Ну вот, начинается Неприкасаемый Кастовая система В Арзамаре Включает немало Привилегированных групп Прежде всего Это знать Воины В меньшей степени Торговцы Кузнецы И шахтеры Традицию устанавливает В гномием Обществе Четкую иерархию Однако же здесь Как в любой культуре Действующий класс Существует и нижний Это несчастные Эти несчастные Так называемые Неприкасаемые Считаются потомками Преступников И прочего сброда Их презирают С первого дня Основания Арзамара С давних пор Поселились они В месте Которое называется Пыльный город В ветхих руинах На самой окраине Общинных территорий Арзамара Арзамарское общество Считает этих Неприкасаемых Неприкасаемых Ниже чем Даже каста слуг И в самом деле Неприкасаемым Не разрешено Становиться слугами Поскольку это чересчур Почетная для них должность К ним относятся Немногим лучше Чем к животным И еще с рождения Клеймят их лица Дабы Пометить Отверженных детей Королевства Район В котором они живут Сущие трущобы Являются Приютом для преступности Организованный И не очень Арзамарские стражники Судя по всему Не очень-то стремятся Патрулировать его улицы Лучше На что Лучше На что можно Надеяться Может Надеяться Лишеный касты гном Это жизнь На службе У главаря местных бандитов Жизнь Которую Обрывает Либо убийство Либо злоупотребление Ядовитым Лишайным элем Все-таки Для неприкасаемых Есть надежда Веревка На которой Они могут Вскарабкаться В более высокие Слои Арзамарского общества Поскольку Каста гнома Определяется По родителю Одного сына Пола То мальчик Зачатый От знатного отца Считается Принадлежащим К отцовскому дому Странно Но для неприкасаемых Женщин Считается Вполне приемлемым Обучаться Придворным искусствам Дабы верной Вернее Заманивать Знать и воинов Учитывая Низкий уровень Рождаемости У гномов Появление На свет ребенка От подобной связи Считается Радостным событием Мать и все ее семейство Становятся членами Касты Которые принадлежат Дитя Дабы не запятнать Его происхождение Удобненько Для женщин Я имею ввиду Гномы Которых Мы встречаем Наверху Также считаются Решенами касты Покинули Арзамар Хотя касается Это только Вернувшихся назад Если им вообще Разрешается Вернуться назад Гномы Которые уходят Наверх Солнцем Тронутые Как их часто Называют за глаза Теряют связь С камнем И лишаются Благоволения Предков А потому Достойны только Жалости Ибо они Умирая Не возвращаются В камень С этой точки зрения Их существование Воистину печально Ой Нам еще Вот тут Считать Господи Как много Так Рогик Какой-то Надежды Вера Любовь Ты есть кто? Ты кто? Я не видел тебя Среди стражников И что это за форма? Я первая спросила Убедить Я Дюран Серый Страж Да Так ты ищешь Возможность Подзаработать? Я мог бы Предоставить Такую возможность Желательно тому У кого есть Кое-какие связи Наверху Да что ты Видишь ли Людские короли Издают законы На голову Не натянешь Например Насчет того Кто может покупать И продавать Лириум Священный дар Который камень Дал нам Дабы показать Свою любовь Скажи И при чем Здесь закон? Законы ввели Для того Чтобы не подпускать Магов К Лириуму Так что В башне Круга Всегда найдутся Покупатели Вот и сейчас Один человек По имени Годвин Ждет от меня Посылку В полпуда Если ты хочешь Вложить деньги Я мог бы Скажем Вместо этого Продать Лириум Тебе За разумную Цену В 50 золотых О! 50 Золотых Ты долбанулся? Ты можешь оставить Его себе А можешь продать Годвину Он точно его купит Ведь путь Для тебя Открыт А если Ты вернешься С новым заказом Я мог бы Заплатить тебе Скажем 20 золотых За посредничество Ну так как? Ммм Неплохо 20 золотых Туда-сюда Отнести И все Вот видимо Как на посох Надо собирать деньги Да Контрабанда Лириума Да ой Я тебя умоляю Должно быть Это опасно Если ты готов Столько заплатить На многих Гномов Которые Родились Здесь Лириум Не действует Для других Раз он опасен Если они Держат его У себя Слишком долго Все дело В том Что Лириум Дорогого Стоит Его добывают Только здесь Под землей А людские Маги Без него Не могут А мне же Нужно Слушай подожди У меня нет Таких денег Ну подожди Я может что-то Не поняла Мне казалось Что Мне надо Передать Сегодня Нет Мне не очень Прилечает У меня нет Таких денег Слушай Алло Подожди Я что-то Не очень поняла Мне показалось Я могу Что-то я запуталась Короче Видимо Не внимательно Выслушала Пожалуй Твоё предложение Мне не очень Прилечает У меня нет Таких денег Если обещаешь Держать рот На замке И не лезть В наши дела Иди себе Своей дорогой Так Ну-ка Поподробнее Пожалуйста В журнал Можно? Нет? Нет Нет Что-то я Что-то я Видимо Действительно Сегодня сонная Какая-то Я не уловила Мне почему-то Показалось Немножко По-другому Всё будет Так Подожди На тебе Чё там А Ну всё Хорошо Ключ Горда Ещё Кстати Записочка Добавилась Решено Что правила Процедуры Не были явно Нарушены Однако Пятидневная Обструкция Тем не менее Так Зачитала Твои усилия Достойны Похвалы Однако Самозван Самозван Картери Должны Подчиниться Совету И восстановить Порядок Пребывание Вне каста И вне общества Не является Оправданием Может Стоит Сказать Что Направить На квартал Солдат Или даже Прекратить Обслуживание Транспортных Тоннелей Не составляет Труда Обвал Тоннелей Стал бы В высшей степени Несчастным Случаем Но нынешняя Политика Не допускает Сделок Которые Могли бы Узаконить Операции Картеря Добавление Сверху Вниз Давление Сверху Вниз На некоторые Элементы Нашего Общества Чрезвычайно Полезны Для укрепления Экономики И избытком Дешевой Рабочей силы Это давление Также способствует Пополнению Легиону Мертвых Который Появляется Не только Признанным Средством Искупления Грехов Но и Важнейшей Силой На наших Слабейших Границах Схема Перестает Работать Когда Преступники Создают Собственную Иерархию С иными Методами Продвижения Общества У каждого Камня Есть сторона Которую Нельзя Обтесать И она Должна Быть Обращена К почве Нам Нужен Их Так называемый Пыльный Гор Но Недопустимо Обсуждать Это На наших Переговорах Мы Целиком И полностью Полагаемся На тебя Капи Остальное Залито Кровью Из тайной Директивы Совета Касательно Роста Карти Хм Любопытно Праздный Гном Че скажешь Одежки у тебя Хороши Ты их Наверху Раздобыл? Ну Типа Да Моя Мамаша Говаривала Что там Наверху Нет камня Который Бо нас Защитил И ежели Я туда Попаду То свалюсь Прямо В небо Подтверждено Она как Держаться Только Всего Ага Папаша Мой Как ушел Так Назад И не Вернулся А кто После Этого Скажет Что Он Не Упал Вверх А Смотри Не Свались В небо Когда Вернешься Наверх А Убитые Эти Самые Как Одежда Попрошайка Зелинда Подождите Что Скажь Ты погляди Кто Здесь Не часто Старой Надежде Доводится Видеть В пыльном Городе Разодетых Чужаков Поможешь Бедной Калеке Здесь Здесь У тебя Есть Что Рассказать У меня Найдутся Деньжата Знаешь Женщину По имени Джарви Ну Видишь Как Хорошо Захватила Захватила Власть Власть Хартии Меньше Года Назад Но Все Здешние У которых Руки Ноги Целы Уже Служат Ей Ну Хаси И Есть Что-то В родилагере Есть Но Найти Его Непросто Джарви Стала Ужасно Подозрительной Она Заставила Всех В Хартии Носить Особые Ключи Из Костяшки Пальца Она Выцарапывает На них Какие-то Свои Штуки Так Что Подделать Их Очень Сложно Двери В ее Логово Ведут Из Всех Концов Города Но Открыта Всегда Только Одна Из Дверей И Если Ты Придешь Без Особого Ключа То Ни за Что Не Догадаешься Что Стоишь Перед Проходом Где Можно Найти Такой Ключ В Этом Я Тебе Не Помощница Саль Члены На тебе Десять Ложась Спать С полным Брюхом Я Обязательно Вспомню О тебе Главное Больше Нигде Обо мне Не Вспоминай Там Ваня Знаешь Или еще Где-нибудь Это Мало ли Я буду Потом Ворочиться Во сне Милорд Нет ли Лишней Монетки Мой Ребенок Болен У него Нет чистых Пеленок И мне Нечем Его Кормить Я И Сама Давно Не Ела Почему Отец Ну Понятно Почему Но Все равно Я И сама Каждый День Задаюсь Этим Вопросом Он Очень Хотел Дочь Так Он Смог Б Войти В Касту Шахтеров Но Родился Мальчик С Тех Пор Он И Глаз Не Кажет А Я Очутилась Одна Денешенька На Улице Родные Запретили Мне Возвращаться Домой Сказали Что Примут Обратно Только Если Я Нет Я Не Могу Даже Думать Об Этим Ну Вы Поняли Да Она Из Касты Шахтеров Мужик Вообще Ни О чем Он Хотел Дочь Чтобы Дочь Приняла Касту Матери Соответственно Он Как Отец Вошел В Касту Эту Что Б Это Самая Так Чего Хотят Тебя Твои Родные Ну Понятно Чего Но Все Спросим Отец Моего Ребенка Неприкасаемый А значит И он Тоже Раньше Я работала В шахте Но Мои Родители Выгнали Меня И сказали Всем Что я Больше Не в Касте Шахтеров Только Если Я Брошу Ребенка На Глубинных Тропах И Сделаю Вид Что Его Никогда Не Было Может Мне Удастся Их Переубедить Вы Готовы Взяться За Это Но Почему Ну Арзамару Пора Меняться Даже Не знаю Как Вас Отблагодарить Но Предупреждаю Мой Отец Твердолобый Хуже Некуда Его Зовут Ордел По Вечерам Он Обычно Сидит В Кабаке Не Думаю Что Он Станет Вас Слушать Но Я Буду С Нетерпением Ждать Вестей От Вас Пытка Не Пытка Горе Зелинда Винодобряет Трущобок Ты познакомился С Зелиндой Молодой Женщиной Не имеющей Игроша За душой Когда-то Она Принадлежала Косте Шахтеров Но Родила Сына От Неприкасаемого И родные Отреплись От нее Теперь Она Лишена Всего И Очень Одиноком Ты Сказал Что Попытаешься Убедить Ее Отца Ордила Принять ее Назад Чтобы Они С ребенком Могли Вести Нормальную Жизнь Ордл Часто Бывает В Арзамарской Таверне У Кабачиков Ну Зашибись Петь туда А потом Обратно Сюда Господи За что Так Это Что за Дверь Бедняцкая Лачуга Очень Интересно Эй Милый Шесть Медиков За то Чтоб Покувыркаться Если Со всеми Сразу То Два Серебряка Оно Здесь Повсюду В том Ты Закавыка Она Видит Тебя Везде Да Раз Она Видит Меня Везде Значит Она Уже Видит Что Я Хожу И Расспрашиваю О ней Правильно Это Может Сыграть Нам На руку Так Так Посмотрим Что У нас Тут Жар Ви Сказала Ты Ищешь Неприятности Что Ж Поздравляю Ты Их Нашел Типа Здрасте Что Там Кстати Ну Ладненько Так Что Делать Там Я С вами Красавцы Мои Так Ты Бурно Жирный Красавцы Красавцы Рыгин По Буренькам Быстро 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 Так Вин Дюрончик Ты там Бей Не стесняйся Хотя Нет Она Сейчас Заморозит Нужно Будет Бить Так Нет Ты слишком Жирная Для этого Кто Самый Хиленький Господи В тебя Камни Стенчик Давай Бей Дюрон Попробуй Нет Это Не расколешь Не то Не то Не то Не то Да чтоб Тебя Господи Запуталась В кнопках Нет Просто Просто Ударь Дюрон Вот этого Так Так Вот ты Разбит Так Давай Готово Хорошо Так Удачи Господи Так Бей Ты бьешь Тоже Вот этого Надо Оформлять Потихоньку Так Побыстрее Богрохнуть Давай Вот так Ты еще живой Скотина Проклятая Убей Убей Его Молодцом А теперь Вот этого Нет Не получится Так Вин Давай Вот так Почти готов Давай Ну еще чуть-чуть Угу Ты слышь Ты офигел Давай Так Товарищи хорошие Мы что-то приборзили Так Замечательно Оглушенный Умер Замечательно До свидания А че стоим Оглушен И вовремя Натек Камнем в голову Вылетел просто За пределы Всего Так Давай Не убивай Не убивай меня Святые предки Чему вас учат На поверхности Убивать Терешься как Раненый Архидемон Ну так Гамень кровавый Ты посмотри на них Гори где найти Джарви Или отправишься следом Убежище Убежище Я убью тебя Спасибо Свиреп Ну а че Какого хрена Они все равно бандиты Потом других будут убивать Пускай лучше сейчас сдохнут Я гном Я буду убивать всех Какого хрена Прости мужика Прощай мужика Че там третий дом Ну Ничего так Странно что В броню нельзя вставлять Никакие Эти самые Или можно Вроде 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 нет Че тут В сундуке Опять залоченные Да Как это бесит Если честно Так Третий дом Я не помню Честно говоря Че там с Джарви Может там Опять километровые Проходы Так Третий дом Вот этот что Ну да Вход в хартию Можно было даже Не искать Разный Слушайте А там че еще Рынок Алимара Ну в принципе Мы еще там успеем Побывать Я думаю Кажется дверь Сделана из прочного Камня С виду кажется Что открыть ее нельзя При ближайшем Рассмотрении В складке камня Обнаружится дырка Шириной с палец Заглянули в дырку Ставите в отверстие В фалангу пальца Ну ладно Руку не надо засовывать Если вы понимаете О чем я Подозрительная дверь Прям такая Подозрительная По-моему такая же Как и все остальные Абсолютно стандартная Дикие земли Каркария Простираются на юг От Фералдена За самый неизведанный Мерзлоты Это опасное место Полное по слухам Ведьм, варваров И чудовищ Кошмар Ужасное Ужасное место Хотя честно говоря Оно не выглядело Таким ужасным Даже в те далекие годы Когда игра Только вышла И хоть я поиграла В нее Несколько позже Все равно Дикие земли Не произвели На меня Такого прям Впечатления То что вот Кошмарное Страшное место Ничего такого К сожалению Ты смотри Типа здравствуйте Пообщаемся? Пароль назови Билл А черт Надо было Пароль видимо Может быть У этих девчонок Узнать Не знаю Погодите А вспомнил Смерть подонкам Парни Похоже Новый мученик Объявился Все равно Их убивать Я не собираюсь Пароли никакие Им рассказывать Смерть подонкам Как я и сказала В общем-то Да Стенчик Ты там бей Пока не отвлекайся Мы Мы с Дюраном Тут сейчас Сами разберемся Так Стоп Этого я и не разобью Вот это уже Больше шансов Нет? Ну ты даешь Мы должны победить Один да Стен Ты бей Бей Не отвлекайся Что? Ой Слышь, дяденька Не надо трогать Моему Оривен Вон пошли Так Винка Винка Забери Здоровье Забери здоровье Горяю Так А че ты не добил Ты его? Застреляем До смерти Если только винт Упить не будет С каких пор Тебе нужно так близко Подойти Чтоб шмальнуть Из посоха А? Так Вот ты мне не нравишься Там что-то Бегаешь Бегаешь Туда-сюда Ну да Лежать Все Добиваем Так Камень Уж прям Под музыку Только появилась Забавно Еще кто-нибудь Вот еще Один золотой Полтора точнее Замечательно Так Я постараюсь Следующий Ой тут ловушка Наверное наставлена Кто-то Приближается Да мы заметили Это бочечки Кстати скорее всего Можно взорвать Но не Нашей Партии Так нет 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 С удовольствием Как скажешь Как скажешь Так и будет Красавчики Так ты разбиваешь этого Ты идешь Разбиваешь этого Я постараюсь Ну как? Тихо, не убей меня, Стэн. Я понимаю, ты чувачок воинственный, но не настолько же. Так, в тебе ничего нет. Ну, давайте в боковые комнаты-то сходим. Мне кажется, там много всего хорошего будет. Ну, я надеюсь. Ты еще ловушка была. Господи. Красавчики. Мужички. Расходимся. Мориган в центр. Так. Так, разбиваешь. То же самое. Красота! Замораживаем. Бьем. Бьем, я сказала. Разбитый. Отлично. Валим. Пошли в пень. Стэнчик, бей. Дюранчик, ты даже. Так, вот тут что-то одну чмо вылезло. Нет, стоп, не ты. Ты. Что-то я стою. Баклуши бью. А, что так? Вот так вот. Что-то вы все лезете и лезете. Слушайте. Хватит, да? Красота. Вы убьете его, нет? Жучка какая. Что ты? Все у тебя хорошо, не надо. Так, ты куда понесся-то, а? Глубок. Я этого слишком стара. Да ладно, стара. Ты уже мертва для этого. Что-то я убью сейчас там. Куда ты там убежал-то, друг? А, ты типа лучник. Ну понятно. Ну что я могу тебе сказать? Лови. Хорошо вошло. Бери лут. Большой треснуш. Ну-а-а. О, нифига себе у вас тут. Я постараюсь. 25. У них у всех 25. Где-то так. Монетовков. Деревянный ящик. Все запертые, да? Ой. Сердце кровью обриваются. Не джаммер, кстати. Гноми секира. Фигня. Хотя можно продать. В магазин там и так, и так зайдем. Что у нас тут? Тайник. Джаммера. Еще и задание. Прибыльный был сезон канки. Для разбойников тоже, так что держим пока ухо востро. Я беру свою половину с собой наверх. Там можно будет ее выгодно продать. Твоя половина в моем тайнике. На нем замок в пике. Обычная процедура. Нужно будет три штуковины из наших общих сундуков, чтобы попробовать открыть. Она настроила их от и до. Поскольку ты лучше всех в этом раскопе разбираешься в ценностях. Да, я подделал часть добычи. Бери только самый дешевый предмет в каждом сундуке. Тогда сможешь открыть тайник. Дорогие штуковины я положила для отвода глаз. Если угадаешь верно или не угадаешь... Или угадаешь верно или не угадаешь? Если не угадаешь, не обессудь. Похромаешь чуток. А вот понравится. Ну. А я возьму все. Я лучше похромаю. Не? Так, что у тебя? Монетки. Так, осталась та комнатка. Не, ну тут мы будем дофига ходить. Предлагаю здесь пока что приостановиться. И в следующей серии полноценно доисследовать этот... Замечательный пещер. Наказать... Джарвию. И, кстати, может быть даже начать выполнять... Хотя нет, не получится. Нужны будут сундуки, да? Возьмите самую дешевую вещь в обычных сундуках Джаймера, Канки и Пики. Безите только самую дешевую вещь из каждого сундука иначе рискуете пострадать. Да я возьму все. Какого хрена. Ну посмотрим. Может быть это вот эти были сундуки. Может это еще какие-то были сундуки. Имеет смысл сюда потом с Ляны прийти. Как я уже сказала. В общем, это надолго. Тем не менее, надеюсь, что эта серия вам понравилась. Если это так, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. Заведите друзья. До встречи в следующей серии. С вами была Сэм. Всем удачи. Пока-пока.